Здравствуйте, дорогие друзья! Не даем умирать YouTube-каналу. Довольно короткое видео про ядерку. Многие сейчас, в том числе мнящиеся военными экспертами, говорят, что весьма вероятен тактический ядерный удар в украинском конфликте. И эта история, на самом деле, довольно старая. По факту, я считаю, что тактический, стратегический, какой угодно ядерный удар практически невероятен. Дело в том, что со времен Холодной войны сложилась такая закономерность, негласная договоренность, что ядеркой друг в друга не шмаляем. И более того, локальные конфликты тоже разрешаем без ядерного оружия. Примеры, например, вот Вьетнам. Начнем с Вьетнама. Вьетнам, где американцы завязли, где американцы очень серьезно постеряли в плане своего реноме международного, где они вынуждены были набирать подразделения из людей, ну, если не умственно отсталых, то такие по нижнему краю проходящих. Это довольно известная история. Но, тем не менее, ядерными бомбами не шуровали по этому самому, по Сайгону, да? Ой, пардон, не по Сайгону, Сайгон-то и Южный Вьетнам. По Ханое. Вот, они не били. Вот, почему? Потому что, вот, соответственно, если бы они это начали делать, то Советский Союз, например, он вряд ли бы начал бить сразу по Вашингтону. Но мог шарахнуть по каким-то там сателлитам американским в другом месте. Скажем, в Корейскую войну. Да, мысли были о применении ядерного оружия у американцев. Но, во-первых, в тот момент все-таки у них было серьезное преимущество в ядерном оружии на момент Корейской еще войны. Ну, а во-вторых, они так этого и не сделали. Точно так же Советский Союз в Афганистане, скажем, где действительно тоже понес большие репутационные потери, мог бы применить ядерное оружие, но не стал. Точно так же, если Россия вдруг где-то его применит, что мешает американцам шарахнуть, скажем, по Дамаску, потому что им не нравится башарасов. Ну, и так далее. То есть, иными словами, применение ядерного оружия, с одной стороны, не очень целесообразно, потому что, ну, в общем, обычными вооружениями можно разнести примерно так же еще во Вторую мировую можно было, там, как Дрезден бомбили. Ну, а с другой стороны, это, скажем так, не по понятиям. Такое мое суждение. Спасибо, друзья.